2021 год начинается с ремастеров, но конкретно с сегодняшней игрой на обзоре всё не так просто. Дело в том, что игра Scott Pellegrim против всех изначально была консольным эксклюзивом для Xbox 360 и PlayStation 3. Но в результате некоторых неувязок по авторским правам между Universal и Ubisoft, игру удалили. И только благодаря пиратам игра не пропала бесследно и навсегда. Ведь даже если ты 10 лет назад купил её, то сегодня её просто не будет в твоей библиотеке. А если ты её когда-то успел ещё и загрузить, то возле иконки с игрой ты увидишь замок, как будто не продлил подписку PlayStation Plus. То есть легально поиграть в неё было нельзя. И вот спустя 10 лет игра возвращается на свежие консоли. И теперь мы сможем посмотреть на неё современным взглядом и разобраться, а было ли в ней хоть что-то выдающееся для жанра битэмап. Или эта игра резко хайпанула и получила свою известность только благодаря удалению. Сегодня я попробовал во всём разобраться и сразу скажу, первое впечатление об игре было обманчиво. Ну, точнее не так. Первое впечатление об игре было слишком категоричным. Перед нами явный наследник классических битэмапов аркадной эпохи. В таких играх, как правило, достаточно первой заставки, чтобы вести игрока в курс дела. Есть Скотт Пилигрим. Главный герой. Он влюбился в Рамону Флауэрс. Но, чтобы они были вместе и жили долго и счастливо, Скотту нужно победить зловещую семёрку бывших парней Рамоны. Хм. Вот просто из любознательности, чтобы я мог покоиться с миром. Есть ли кто-нибудь в этой толпе с кем-то ещё не спала? Семь бывших парней. Несложно догадаться, что это означает семь боссов и семь уровней во всей игре. Но без сюжетных твистов и незапланированных боссов всё-таки не обойдётся. По видеоряду ты видишь вполне обычный красивый двухмерный битэмап. Игрок продвигается слева направо, расправляясь с врагами, а в конце уровня традиционно его ждёт босс. Ничего необычного, но вот зная этот жанр не понаслышке, я сразу же заметил очень много кривизны именно в геймплее. Хитбоксы не проходят по врагу, если ты стоишь к нему вплотную. И если враг уже начал тебя бить, ты не можешь поставить блок, так как персонаж несколько секунд стоит и корчит рожу от боли вместо возможности поставить блок. Это очень бесит, ведь именно такой подход встречался в некоторых аркадных битэмапах, где целью игрового автомата было выбить из тебя как можно больше монет. Вот здесь нечто похожее. Потом ты заходишь в самый первый магазин и видишь, что на твои накопленные кровью и потом 20 баксов ничего не купить, так как тут всего один предмет и стоит он 500 с лишним баксов. Потом ты умираешь, офигеваешь от сложности, заходишь в панель статуса игрока и понимаешь, что это не просто битэмап, а типичная гринзилка в красивой обертке. Ты будешь страдать на новых этапах и не продвинешься дальше ровно до тех пор, пока твой уровень прокачки не позволит тебе наносить больше урона, пока у тебя не увеличатся твои показатели здоровья, пока ты наконец не изучишь новые приемы и сможешь на равных противостоять толпам врагов. Чтобы получить это все, нужно перебить побольше врагов, чтобы копились очки опыта, собирать из них деньги, чтобы покупать себе еду и всякие предметы, которые визуально никак не отображаются, но показатели урона и здоровья увеличивают. И вот для всего этого нужно перепроходить и уныло драпить некоторые уровни из раза в раз, раз за разом убивая одних и тех же врагов. Если ты по привычке выбираешь средний или тем более высокий уровень сложности, то ты также неприятно заметишь, что у всех врагов чересчур завышенное хп, что еще больше скатывает игру в тупую драчню. Когда тебе приходится уныло месить врагов, нанося каждому по 30 ударов, это не весело. А сделано так потому, что уровни сложности рассчитаны не на мастерство игрока, а на их количество. То есть максимальная сложность предполагает игру вчетвером, а минимальная рассчитана как раз на одного игрока, имея это в виду. И вот когда ты не знаешь всего этого, поначалу игра раздражает. Но потом ты пересиливаешь себя, решаешь попробовать игру еще разок, и замечаешь, что все эти неприятные моменты на самом деле не упущение разрабов, а нарочно созданные пробелы, которые постепенно устраняются с ростом уровня героя. Сейчас объясню. Например, поначалу ты фактически не можешь бить лежачих врагов, только кидай в них предметы. Но с пятого уровня тебе открывается удар-подсечка, и вот ты уже можешь их бить, а со временем и избивать, пока они лежат. Или тебя очень раздражало, что персонаж вначале долго корячится от боли и не может выставить блок. Этот пробел тоже устраняется, когда тебе откроется возможность контратаки врага, или ты не мог бить врагу вплотную и думал, что это кривой хитбокс. Но спустя некоторое время, опять же с прокачкой, открываются захваты и броски. И ты понимаешь, что это была та самая зона, в которой будет совершаться захват или бросок врага. И по мере твоего прохождения выясняется, что грин тут не особо жесткий, ведь новые уровни обычно проходятся с двух-трех попыток, и затыки случаются в основном на боссах. Теперь уже играть в это становится немного интересней. Формальная игра на четверых, но на деле же тут очевидно, что у нас личные разборки Скотта как парня с бывшими своей девушки. Депрессник Ким и кореш Скотта явно притянуты сюда за уши просто для количества игроков. Не говоря уже о самой Цветковой. Да-да, ты правильно понял. За Рамону Флауэрс можно играть с самого начала и сделать так, чтобы она лично разбиралась со своими бывшими. Это странно. Каждый персонаж здесь требует отдельной прокачки, поэтому я даже не смогу толком показать игровой процесс за всех персонажей, в том числе и с DLC, потому что без прокачки большинство из них будут просто бесполезны. Будут умирать на первых же локациях, а исправить это сможет лишь кооператив на четверых игроков. Вот когда вы решите проходить игру толпой, тогда все герои будут прокачиваться одновременно, и игра будет пройдена намного быстрее и веселее. Играть толпой можно как на одной системе с нескольких геймпадов, так и по сети. С этим были проблемы на старых консолях, сейчас с этим проблем нет. Скотт Пилигрим против всех буквально пропитан всевозможными отсылками на двухмерную эпоху, под которую так активно косит. Сама игра начинается со стебной заставки «Победители не едят мясо», что является одновременной отсылкой и на сверхспособности одного из боссов, и на предупреждения в аркадных играх, где победители не использовали наркотики. А в самом геймплее прослеживаются явные заимствования из серии «Реверсити Ренсом», где персонажи также ходят по улицам и разбираются с десятками врагов, а потом заходят в магазин и залечивают свои раны едой. Знатоки также заметят отсылки на «Рыцаря дорог», «Шоквейв» с саундтреками и «Линка», бегающего с мешочком с припасами, как карлики из «Голден Акс». А на сегодняшний момент игра показывает еще и неплохой экскурс в прошлое десятилетие со своей безбашенностью. В какой еще современной игре ты можешь избить Эмабоя или Жируху и бросить ее на прожарку, а затем победить Лизбуху по совместительству бывшего парня Рамоны? Сюжет вообще очень забавный и приятно удивить даже тех, кто смотрел фильм, так как игра частенько с ним расходится и делает ряд интересных твистов. Чтобы копить монетки быстрее, нужно искать секретки. Они находятся, как правило, за дверями с изображением золотистой звезды. Найдя такую секретку, ты попадаешь на багованные уровни, соответствующие музыкой, где можно немного поправить свое финансовое положение, стукая по кубикам из Марио и разбивая копилки в форме свиньи. Но ложка дегтя, которая тянется еще с самого начала игры, никуда не делать. Вот вроде бы мы разобрались, что грин тут не жесткий, но он здесь все-таки обязательный, ведь без него даже скорость оружия в твоих руках будет заметно ниже, пока ты не достигнешь того самого необходимого уровня. И если ты думаешь, что это мелочи, то просто посмотри, как меня разносит босс при первом нашем знакомстве. И вот, что я с ним делаю, когда у меня открылся буквально следующий апгрейд. Прокачка Прокачка не делает игру проще, она делает ее проходимой, а это уже серьезный недостаток. Некоторые враги после своего появления ускоряются и моментально подскакивают к тебе, нанося серию ударов. Авторы как будто специально добавили этот чит для некоторых видов врагов, чтобы ты гарантированно терял здоровье и жизни. Особенно подло это видеть при игре в одиночку, где и так на тебя прут толпы врагов. В копилку минусов также добавлю от себя бесполезное взаимодействие с окружающим миром. Если в классических битэмапах ты разбивал предметы в надежде найти там жизнь, оружие или аптечку, то здесь разбивать предметы и избивать прохожих бесполезно. Все, что ты получишь в ответ, это полторы анимации. Чтобы рассказать об игре все, я сейчас ударюсь в небольшие спойлеры игры, вышедшие 10 лет назад, так что впечатлительным просьба отвернуться от экрана. Под конец игра заимствует самые отвратительные черты аркадных игр, а именно выдаивание жизни и монет. Можно конечно сидеть и надеяться, что не случится вот такой же срань, которая происходит сейчас у меня на экране, но в моем случае помог тот самый гринд. То есть я вернулся назад к третьему боссу и насобирал на нем жизни. Благо, с прокачкой он проходится достаточно просто. И по сути это единственный босс, из которого выпадает жизнь. Заработать жизнь очками тут не получится. По сути, Скотт Пилигрим против всех — это игра, которая может неприятно огорчить на старте и создать о себе неприятное впечатление. Чтобы распробовать игру, понадобится некоторое время на привыкание и прокачку. И чем больше времени ты будешь тратить на нее, тем больше она тебе со временем начнет нравиться. Здесь безумно стильный визуал, здесь отличное рубилово с толпами врагов в лучших традициях жестких аркадных битэмапов. И по очень многим признакам эта игра имела все шансы стать выдающимся битэмапом. И для многих фанатов комиксов про Скотта Пилигрима она такой и стала. Но на мой взгляд все портит бесполезный интерактив с окружающим миром, из-за чего он по сути мертвый. И привязка к системе уровней с ударами, без которых поначалу игра идет слишком душно. А дальше ты неприятно для себе узнаешь, что некоторые боссы непроходимы, ниже определенного уровня. Хорошо это или плохо, каждый решит для себя сам. Кому-то подобная система с прогрессом вполне может зайти, равно как и нарочно усложненный жесткий финальный босс с несколькими фазами. Но мой опыт показал, что игра стала бы только лучше, если бы новые приемы и улучшения мы получали после прохождения боссов, а не после гринда очков опыта и перепрохождения старых уровней для зарабатывания монеток и жизней. Это не тот битэмап, где ты проходишь сложного босса благодаря своему мастерству. Тут ты проходишь босса именно тогда, когда тебе стали доступны необходимые приемы. Попробовать эту игру на современных платформах, конечно, можно, но я тебе уже предупредил обо всех подводных камнях, которые тебе предстоит пережить. На этом все, всем спасибо, всем пока.